Рестораторы и владельцы развлекательных заведений требуют снять действующий в стране запрет на работу после 10 часов вечера. Предприниматели поясняют это тем, что за последние несколько недель эпидемиологическая ситуация в Молдове немного улучшилась. Впрочем, это утверждение в Минздраве не разделяют и отмечают, что отменять введенные в стране ограничения на работу питейных заведений пока рано. Тем временем полицейские продолжают борьбу с нарушителями. За последнюю неделю были оштрафованы 6 заведений, которые, несмотря на введенный властями запрет, продолжили работу в ночное время суток. Уже несколько лет Дмитрий Чеботаревский управляет сетью питейных заведений. Пандемия коронавируса и последовавшие за ней ограничения серьезно ударили по доходам. Как следствие, предприниматель был вынужден выплачивать лишь часть, а кладов своим сотрудникам. Бизнесмен надеялся, что финансовое положение стабилизируется в период зимних праздников. Но впереди ждало, пожалуй, самое суровое испытание за последние несколько месяцев. В конце ноября власти ограничили работу питейных заведений после 22.00. Практически 40 сотрудников перешли на сокращенный режим работы. И как следствие, сократились доходы. Финансовая ситуация крайне неприятная. По мнению сотрудника, введенная властями мира, затронувшая работу питейных заведений, малоэффективная. Я не знаю ни одного ресторана, бара или кафе, где с марта наблюдались бы очаги инфекции или массовое заболевание сотрудников. Руслан Павлюк владеет рестораном в самом центре Кишинева. Говорит, что вперед пандемии удержать сотрудников оказалось далеко не просто. Еще в первую волну нам пришлось продать квартиру, чтобы выстоять, потому что персонал, это как наша семья, мы не могли уволить людей, всех сразу, тем более, что у людей родные в ситуации. И этот предприниматель считает, что нет смысла закрывать заведение после 22.00, поскольку рядовые граждане все равно находят возможность собираться большими компаниями и особенно в период зимних отпусков. Абсолютно все встречали, то есть на них не повлиял ковид. Они как хотели встречать большими компаниями, так и встречали. Просто они встречали в частных домах, где-то в подвалах, за городом арендовали какие-то подвалы, территории. Они делали это в ресторане, где мы можем, где мы контролируем, где мы дезинфицируем. На прошлой неделе Ассоциация ресторанов и развлекательных заведений мэр направила несколько официальных обращений в государственные учреждения, требуя разрешить работу после 10 вечера. По словам представителей рестораторов Молдовы, после введения запрета прибыли ресторанов и кафе упало на 30%. В последние несколько недель число заболевших коронавирусом сократилось в 4-5 раз. Не должно быть дальнейших ограничений, если на это рассчитывали. А вот социальные сети даже во время зимних праздников пестрили фотографиями гостей, которые отдыхали в различных заведениях даже в ночное время суток. Проводится разбирательство по шести эпизодам о правонарушениях. Они будут оштрафованы. По этим эпизодам задокументированы 106 физических лиц. Тренд идет на спад. Есть несколько лиц, которые не подчинились. Это их решение. Мы можем лишь выступать с рекомендациями. В конце ноября прошлого года Национальная комиссия по ЧС в сфере общественного здоровья запретила петейным заведениям до 15 января работать в ночное время суток, то есть с 10 вечера и до 7 утра. Кроме баров и ресторанов, под эти ограничения попали и заведения общепита в торговых центрах и магазинах, на заправках, в аэропорту и в пунктах пересечения границы.